Каждый день в нашем подкасте мы рассказываем просто о сложном. Это истории из жизни, жития святых и их наставления и пророчества. Новый выпуск слушайте прямо сейчас. Паломники, посещавшие Святую Гору Афон, рассказывали об одном поразительном явлении, о котором им поведал послушник Георгий из русского Свято-Пантелеймонова монастыря, получивший на это благословение от старцев. Совсем недавно одному из насельников Святой Горы Афон в день гибели царской семьи 17 июля было явлено видение, и это откровение способно поразить весь мир, обеспокоенный монах тем, что перед ним может быть искушение во время явления и всего, что он видел и слышал. Решил посоветоваться с афонскими старцами, которые подтвердили виденное как откровение. За достоверность предоставленных сведений, конечно, не беремся утверждать, лишь делимся самим фактом. Вот что рассказывают паломники. Монах видел огромный корабль, выброшенный на скалы в сумраке. Название корабля было видно на его борту. Написано «Россия». Корабль опасно накоренился, и казалось, что вот-вот погрузятся морские глубины. Тысячи людей на его палубе были охвачены ужасом, ожидая неминуемой гибели, без надежды на какое-либо спасение. Но тут, на горизонте, возникла фигура всадника, промчавшегося по волнам навстречу кораблю. Приближаясь, становилось ясно, что это наш император, наш царь Николай II. Он был одет скромно, военно. Однако на нем можно было заметить отличительные знаки. Его лицо светилось добротой, а в глазах читалась любовь ко всему народу русскому, за которую он и пострадал, за православную Россию. С небес на него шел яркий свет, и в этот момент корабль мягко опустился на воду и возвратился в свой курс. На его борту раздался радостный восторг. Ликующие спасенные люди кричали, и их крик невозможно было передать словами. Это было полнейшее ликование. Такое будущее было открыто афонскому монаху о России. А вот и другое видение было сказано старцем, имя которого нам неизвестно, но рассказано канадскому епископу Виталию Устинову. Про это видение уже писали даже в книгах, и оно более известно, чем первый случай, который мы прочитали только что. Итак, видящий в тонком сне Господа услышал от него следующий старец. Вот я возвеличу православие в земле русской, и оттуда оно высияет на весь свет. Кому она исчезнет и развеется, как прах от ветра. Она попущена для того, чтобы сделать в России один народ с одним сердцем и одной душой. Очистив его огнем, я сделаю его моим народом. Вот. Кстати, это можно сказать исполнившимся пророчеством, потому что были времена, когда и дети приходили помогать восстанавливать храмы. Например, преподобный Гавриил Ургибаце в детстве был удостоен видения Богородицы, которая сказала ему идти и восстанавливать обители, которые в безбожное время разрушил его отец. И он послушался пресвятую деву. Теперь мир знает этого великого святого. Но мы обратимся еще и к другим поучениям святых. Вот святитель Феофан Полтавский. Он оставил глубокомысленные слова о будущем, полученные им не от собственных размышлений, а в результате откровений, предшествовавших ему старцев. Он утверждал, что приход Антихриста неминуем и наступит в обозримом будущем, возможно, даже в пределах нескольких десятилетий. Однако, прежде чем это произойдет, Россия должна обрести возрождение, пусть и непродолжительное. И ее возглавит царь, именно царь подчеркнуто, прямо избранный Божьей волей. Этот правитель будет отличаться непоколебимой верой, проницательным умом и непреклонной волей. Он приведет в порядок русскую православную церковь, устранив недостойных служителей и заменив их истинными, верными архиереями. В результате этих событий Россия восстанет, вызвав удивление всего мира. А митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн выражал мысль о том, что христианское понимание истории выявляет нечто поразительное в череде, казалось бы, непонятных исторических событий, таких как войны, революции, изменения правящих династий. Эти явления, на первый взгляд, не связанные между собой и хаотичные даже, на самом деле объединены последствиями, приводящими к разрушению национального государства и уничтожению христианских ценностей. Возникает вопрос о природе этих событий, являются ли они случайными или следуют определенной закономерности, которая так привлекательна для материалистически настроенных историков. В этом контексте, подчеркивал владыка Иоанн, особый интерес вызывают христианские пророчества, предвещающие подобное направление развития исторических процессов. Молим вас, братья, обращался апостол Павел к народу церковному на заре христианской веры. Да не обольстит вас никто, никак, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не взят от среды, удерживающей теперь. В этом призыве апостольском есть ключ к пониманию многих загадок нашей истории и наших сегодняшних недоумений. Стоило поднять железный занавес, чтобы русский человек на собственном опыте убедился, каковы блага цивилизации. Блага цивилизации в кавычках. Беспредельный цинизм, разнустанное бесстыдство, хваленого, свободного в кавычках мира. Сегодня все это очевидно для любого наблюдателя, сохранившего, ну хоть малую толику нравственной чуткости. На разваленных некогда христианских национальных государств, с помощью бесчисленных международных банков, фондов, комитетов, совещаний и организаций, лихорадочно возводится уродливая Вавилонская башня нового мирового порядка, пишет владыка Иоанн и продолжает. Ее строителям давно не давала покоя Россия. Длительное время именно русская держава являлась тем удерживающим, вспомним слова апостола Павла, само существование которого не позволяло осуществиться тайне беззакония. Крепкая вера Руси и ее мощная православная государственность служили гарантиями того, что разрушительные социально-религиозные движения не могут достичь своих страшных целей. Позапрошлому веку, тем не менее, влияние тайных международных богоборческих сил достигло такой величины, что на повестку дня был поставлен вопрос об уничтожении России. Когда самодержавная Россия останется последней цитаделью христианства, мы спустим с цепи революционеров, нигилистов и безбожников, вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему миру во всем его ужасе абсолютный атеизм как причину одичания самого кровавого порядка. Тогда все бесчисленное множество разочарованных в христианстве, жаждущие в своей душе божественного идеала, примет просвещение через всемирную пробоведь чистейшего люциферанского учения, к тому времени уже открытую и всенародную. Так они писали, продолжает Владыка. Похоже, то время, в кавычках, уже настало. Волны откровенного или наспех замаскированного сатанизма заливают русскую землю, губя и калеча человеческие души. А мы все спим, взывает Владыка Иоанн. Неужели ошибки прошлого ничему нас так и не научили? Документ, содержащий вышеприведенные страшные строки, подписан был еще 15 августа 1871 года, вождем международного масонства того времени. Обнародованный во Франции задолго до революции 1917 года, он был вскоре переведен на русский язык и опубликован в России, но остался незамеченным. Уверенная в несокрушимой мощи российского государства, русское общество беспечно взирало на набиравший силу процесс расцерковливания народного сознания. Напрасно православная церковь взывала устами своих святых подвижников. Западом наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берется. Завязли в грязи западной, по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные сами себя не помня. Слова эти принадлежат русскому подвижнику, Феофану Затворнику Вышинскому. Не горько ли, что сегодня звучат эти слова, как нельзя более современно? Митрополит Иоанн говорит также, что теперь масонство представляет собой секретную международную организацию, которая, согласно определенным утверждениям, занимается подрывной деятельностью против религиозных устоев, национального суверенитета и, в частности, против государственности христианского характера. Эта группировка часто ассоциируется с дестабилизирующими действиями, направленными на разрушение национальных христианских государственных структур и обвиняется в участии в крахе России. Вследствие этого, по мнению критиков, возникла ситуация, когда фрагментированные авторитеты занимаются распределением остатков власти. Кроме того, существует убеждение, что Церковь подвергается скрытым преследованиям, направленным на отстранение ее от источника своей духовной мощи, божественной истины. В этом контексте Священное Писание призывает нас не пугаться предстоящих испытаний, указывая на неизбежность определенных событий. А упомянутое пророчество из Священного Писания, в отличие от общепринятого толкования, касается не всемирных военных конфликтов, но борьбы, которую в последние времена должны вести православные христиане, защитники божественной истины, против тех, кто ведет себя беззаконно и сеет ложные учения, являясь предвестниками Антихриста и служителями Царства Тьмы. Старец Глинской пустыни и романах Порфирий говорил, что со временем падет вера в России, блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут в поношении, но за веру восстанут из народа, неизвестные миру, и восстановят попранное. Дай Бог нам всем очнуться от сна духовного сегодня и помнить, что без покаяния трудно что-либо изменить в целом. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Новый выпуск подкаста совсем скоро, поэтому подпишитесь на наш канал.